разговор начали с америке я вот о чем подумал что в америке принципиально другой подход в общении с пациентами там в отличие отношения все время объясняют что я делаю но когда ты приходишь там к любому врачу он считается долгом их видимо так учат вот объяснять каждый шаг что он делает у нас так такой практике нет а вот какой вопрос мы уже приходилось очень много давать интервью зарубежным коллегам есть разница в общении в манере и в подборе вопросов между иностранными журналистами наши у меня было одно интервью которое запомнила все же не внусли меня были конечно интервью одно было это когда скоропостижно скончался находясь в заточении президента одной из дружественных нам стран но вы знаете эту историю нет но милошевич а вот и тогда я по поручению мы долго значит он он лежал в тюрьме то есть был в тюрьме один по всей тюрьме и там короче говоря он умер от стеноза одной артерии мы об этом знали потому что в общем выезжали наши специалисты и так далее и странно что в голландии не могли его обследовать и мы предложили его чтобы взял обследовать здесь была такая карла дель понта ну конечно да которая сказала если бакерия надо его забрать в вас в россию пусть он приезжает и объяснит почему ночью такой разговор и вдруг он умирает внезапно и на вскрытие ночью я полетел еще несколько специалистов со мной полетела на вскрытие мы увидели что у него была одна единственная бляшка в передней межжелудочковой артерии он крепкий мужик вот и я такого количества журналистов никогда не видел потому что это патологоанатомическое отделение она находится отдельно огорожена забором обычным и вот вдоль этого забора метров наверное 500 стояли журналисты фоторепортеры и так далее и потом и была такая пресс-конференция и они меня спросили они знали что мы приезжаем там и они меня спросили и и я сказал shame on all of us позор всем нам нет позор всем нам что в моей любимой стране голландии человек умирает от single vessel disease это есть такая формулировка болезнь одного сосуда то есть это ну надо схватиться за голову и бежать если у тебя человек умер от этого заболевания и вот это вот обошло все газеты все ваши мне присылали вырезки но я здесь десятка стран понимаете вот они принципе конечно более агрессивные вопросов когда они задают но я должен сказать что мне кажется пусть это не в обиду будет они лучше подготовлены когда они встречаются с вами потому что бывают такие вещи вот приходит скажем наш журналист задаете вроде правильные вопросы да ваша не написаны а потом он пишет и понятие ну последние волосы вылезают чтобы эти видно же человек совершенно вот поэтому я предпочитаю всегда прямую речь во второй части беседы мы меньше про профессию говорим больше про семью